В столице состоялось заседание Национального инвестиционного совета. На него съехались представители транснациональных компаний с суммарной капитализацией почти в триллион долларов. О чем говорили, узнаете в нашем сюжете. В начале встречи Петр Порошенко отметил, в Украине уже который год устойчивый экономический рост, несмотря на значительное снижение из-за провала в экономической политике предыдущей власти, а также начавшейся войны на востоке страны и аннексии Крыма. В прошлом году показатель роста ВВП составил 2,5%. Увеличение постоянное уже девятый квартал подряд. Однако дальнейший рост, по словам президента, во многом зависит от позиций иностранных инвесторов. Приглашенные гости управляют денежными потоками в сотни миллиардов долларов. В частности, президент провел личные встречи с главой компании DP World Султаном Ахмедом Бин Сулаимом. Обсуждали инвестиции в портовую отрасль Украины. С президентом компании Turkcell Ахмедом Акча шла речь о развитии сельской медицины в украинской глубинке. У турецкой компании большой опыт в этой сфере. В то же время глава ЕБРР отметил, что Украина готова привлекать иностранные инвестиции после ряда проведенных реформ. Благодаря вашей смелости я хотел бы использовать именно это слово. Смелости президента, смелости правительства, министрам. В любом обществе для этого необходима смелость. Так я хотел бы похвалить то, что украинская власть уже сделала. Петр Порошенко в свою очередь заверил иностранных инвесторов своей политической воле. Способствовать принятию закона об антикоррупционном суде. По его словам, это произойдет в ближайшие дни. Норма об этой институции является одним из главных условий сотрудничества Украины с основной финансовой организацией мира, Международным валютным фондом. Геннадий Вивденко, Вячеслав Фролов. Подробности. Телеканал Интер.